До других тем, сегодня означается «Сусветный день волонтеров», людей, которые готовы прийти на допомогу тем, кто имеет это потребление. При этом лучшая плата, для них простая человечная удерженность. В свое свято лучшие волонтеры Гомельской областной организации Белорусского товариства «Червоного крижа» отримали заслуженные узнагороды. На церемонии побывали наши корреспонденты. Психологичная поддержка хворых, выритывание в надзвучайной ситуации, допомога мало забеспеченным. Все доброе, что робит товариство «Червоного крижа» напрямую связано с волонтерами. Только в нашем регионе их около 2500 человек. Это 119 групп, которые готовы прийти на допомогу литерально в любую крупку Гомельщины. Белорусское товариство «Червоного крижа» сегодня – это наибуйнейшая гуманитарная организация Украины. В добрых справах сопротивничаясь с медиками, воротовальниками, миграциейной и иншими службами. Тому каждый волонтер может найти у нее свое место. На прамке деянности широкие, от профилактики и социальной допомоги, до реагования на надзвучайные и кризисные ситуации. До речи у всех этой на прамке были представлены ухоле Городского центра культуры, где отбылось урочистое мероприемство, присвеченное Дню волонтера. Я хочу сказать, что в 98-м году я сама тоже пришла в качестве волонтера в «Красный крест». Это была железнодорожная районная организация. И вот за эти годы, это получается уже почти 20 лет, наиболее обширная деятельность волонтерского движения – это в последние 7-10 лет. Улигу волонтеров «Червоного крижа» – люди разных профессий и взрослых, и школьники, и пенсионеры. Самым активным съеху День волонтера вручились заслуженные узнагороды, грамоты и подяки. Усяхоза сцены прогвышали 26 именов. Их это только малая доля активистов волонтерского руху. По словах кировництва областной организации, без этих людей не отрмалось бы реализовать десятки важных проектов. В Петревском районе прорвало дамбу. Были затоплены деревни. Мы в течение трех часов собрались отрядом. Мы выехали туда для оказания помощи населением, какую-то гуманитарную помощь привозили. Дедушкам, бабушкам, которые отказались от эвакуации. Непередаваемые ощущения, когда все-таки ты помогаешь, не остаешься в крайнем. Мы представляем Красный Крест в больницах, ездим в школу-интернаты, проводим какие-то игры, занятия. То есть делаем развлечения для детей, для подростков. Для чего я это делаю? Для того, чтобы какое-то для себя моральное удовлетворение получить. То есть помочь детям, у которых чего-то нет, что было у меня. Улыбки их, слова благодарности, объятия. Больше ничего и не надо, потому что это то, для чего мы работаем. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».